Кстати, если уж мы в эту сторону пошли, как вы относитесь к тому, что в Америке теперь разрешены браки между однополыми? В Калифорнии рассматривается закон, который запретит употребление слов папы и мамы, чтобы не дискриминировать гееродителей, чтобы называли партнёр. Как вы это можете прокомментировать? У нас такое возможно в перспективе? Я надеюсь, что у нас этого не будет. Я вот не встречалась и не разговаривала с детьми, которые выросли в подобных семьях. Вот они себя как ощущают? Они счастливы, эти дети? Им всего хватает? Нет, у нас очень много отцов-одиночек, матерей-одиночек. Может быть, эти семьи, где две мамы, две папы, они очень много дают детям и образования, и любви. У нас очень много детей воспитывают и растят няни. Я ничего не могу сказать, но мне кажется, что Россия, она должна быть такой, какая она есть. Нам нужно развивать наше чувство патриотизма. Нам нужно любить нашу страну, нашу столицу, наши традиции. Вы знаете, я хоть и восточная девушка, но я родилась в России. У меня дети русские, понимаете? У меня один голубоглазик, другой абсолютно по мировоззрению, по всему любящий. Нет, но специалисты говорят, что менталитет определяется языком. Вот на каком языке человек думает, если вы думаете по-русски... Я на двух языках. Вы на двух языках всё-таки думаете? Да, даже думаете. Да, даже думаете. А с ним вам снятся тоже на двух языках? Нет, скорее на русском. Скорее на русском. Вы говорите, что это очень существенно именно для определения каких-то моделей вот таких ментальных. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». В 19.30 на телеканале «Москва-24». В 19.30 на телеканале «Смешки-24».